I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. I've lived a life that's full, I've lived a life that's full, I've lived a life that's full. I've lived a life that's full, I've lived a life that's full, I've lived a life that's full. I've lived a life that's full, I've lived a life that's full, I've lived a life that's full. I've lived a life that's full, I've lived a life that's full, I've lived a life that's full. I've lived a life that's full, I've lived a life that's full. I've lived a life that's full, I've lived a life that's full. I've lived a life that's full. I've lived a life that's full, I've lived a life that's full. I've lived a life that's full. I've lived a life that's full, I've lived a life that's full. I've lived a life that's full, I've lived a life that's full. I've lived a life that's full. I've lived a life that's full, I've lived a life that's full. 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 В элегантном костюме и галстуке. Тихий бунт оказался сильнее громких скандалов. Дядя мальчика, видя мучения племянника, предложил ему спеть на открытии нового городского зала. Благодарный Берн, довольный, что не нужно таскать мешки с цементом, выступал там целых 4 часа. Можно сказать, что это событие в какой-то степени стало отправной точкой в большое музыкальное плавание юного дарования. Берн отправляется в Майнс, поступает в университет, начинает изучать музыковедение, а параллельно принимает участие в различных музыкальных конкурсах. 15 января 1980 года в 16 лет он принял участие в конкурсе молодых талантов с песней Джуди и неожиданно одержал победу. Тут же последовало подписание контракта с компанией CBS. В этом ему помог его отец, все-таки должность бургомистра открывала некоторые двери. Шефы студии решили, что такое имя, как Берн Вайндунг, никто не сможет запомнить. И предложили Бернду назваться как-то по-другому. С этим не возникло никакого труда. Берн просто открыл телефонный справочник и увидел первую попавшуюся фамилию на букву А – Андерс. А с именем было еще проще. Томас одинаково красиво звучал сразу на нескольких языках. Вот так в одночасье Берн стал Томасом Андерсом. Тогда, конечно, родители еще не знали, что псевдоним их сына прославит его на весь мир. Но до мировой славы было, конечно, еще далеко. Сначала 15-дневный тур с другими молодыми исполнителями по Германии, потом несколько песен на немецком, съемки на телевидении, и только потом знакомство с молодым композитором Диттером Болиным. Это случилось в 1983 году в Гамбурге, куда Томас Андерс прилетел записать кавер-версию известного хита Эфор Дэвида песню «Pick up the phone» на немецком. Музыку к немецкому шлягеру написал молодой 29-летний, подающий большие перспективы и надежды композитор Диттер Болин. Они познакомились, сразу же друг другу понравились и решили немного вместе поработать. Их первый дуэт получил название «Хедлайнер». Первый совместный сингл «О чем ты мечтаешь» достиг 16-го места в немецком хит-параде и разошелся тиражом в 30 тысяч экземпляров. Затем было еще несколько совместных работ на немецком языке. Но для европейского штурма хит-парадов требовались песни на английском, и решение принимается. В 1983 году Томас и Диттер объединяются в дуэт «Modern Talking», а через год выходит их сингл «You're my heart, you're my soul», который тут же становится номером один в Европе. Этот сингл продержался полгода в европейских списках популярности. Диттер Болин абсолютно не горел желанием выходить на сцену и вышел на нее только под нажимом продюсеров, которым казалось, что у Томаса Андерса просто не хватает брутальности на сцене. Диттер всегда мечтал оставаться в тени. Он всегда мечтал заниматься исключительно продюсированием и сочинительством песен. Но сложилось так, как сложилось. Изменения в профессиональной жизни Томаса совпали с важнейшим событием в его личной жизни. 28 декабря 1984 года он женится всего за месяц до триумфа «Modern Talking» в Европе. Его избранницей становится Нора Баллинг, настоящая нордическая блондинка с длиннющими прямыми волосами и упрямым взрывным характером. Она была из очень обеспеченной семьи. К моменту встречи с Томасом в 1981 году ей было уже 17, и она уже успела получить специальность визажиста-косметолога, а также успешно занималась рисунком и живописью. Они познакомились на улице Коблинса. Девушка спросила у парня, где он купил такие конфеты, которые так ел с аппетитом. Томас, надо признаться, обожал шоколад. Андерс замер от изумления. Прекрасная фигура, шикарный загар, утонченные манеры. Эта девушка вдруг напомнила ему любимую куклу Барби, с которой он так много играл в детстве. Единственное, что его удручало в этой ситуации, это его рост. Он был на 10 сантиметров ниже ослепительной блондинки. Через пару дней певец узнал, что у Норы уже есть бойфренд, причем один из его друзей. Несколько раз молодые люди гуляли втроем, пока однажды красавица не шепнула на ухо Томасу. «Завтра приходи один, твой товарищ мне уже надоел». Стоит сказать, что Норе, конечно же, льстила популярность и узнаваемость Андерса. Она никак не могла упустить из рук удачу, быть девушкой будущей поп-звезды. Судя по всему, здесь сработал принцип притяжения противоположностей. Застенчивый, мягкий и добрый по характеру Томас чувствовал себя увереннее рядом с волевой, упрямой и сильной Норой. Она очень быстро стала лидером в их паре, а он практически не возражал. Дитер Болин, правда, язвительно всегда замечал, что эта парочка даже в туалет ходит вместе. Но Нора не боялась Дитера. Наоборот, ей доставляло удовольствие его злить. «Моден Токинг» много гастролировали, участвовали в съемках различных телешоу, и везде Нора сопровождала Томаса. Она даже вынашивала мечту сделать из «Моден Токинг» трио. Но дальше выступления на бэк-вокале тщеславная блондинка так и не пробилась. Зато Нора пыталась участвовать во всем остальном. Организации фотосессий, записей, встреч с журналистами. Она диктовала Томасу, как ему петь и как выглядеть на сцене. 17 января 1985 года супруги чуть не погибли. Их машина, перевернувшись пять раз, зависла над пропастью и провисела там в течение часа, пока не приехали спасатели. Но, к счастью, пара отделалась только шоком и несколькими ссадинами. Быть может, именно это обстоятельство сподвигло их обвенчаться. Венчание состоялось 27 июля 1985 года в церкви города Коблинса. Супруги не стали скрывать это событие от журналистов. Поэтому на церемонии присутствовали и репортеры, и фотографы, и даже сам мэр города. Примечательно, что Томас тут же по настоянию супруги взял фамилию жены. После венчания по паспорту он стал Берн Вайндунг Байлинг. Что, в общем-то, и неудивительно, поскольку Нора все больше и больше подминала под себя супруга. Она уже запрещала ему стричься, подводила карандашом глаза, красила ему губы, а одежду покупала ему только исключительно в женских магазинах. По Европе тут же поползли слухи, что Дитер и Томас – любовники. Лавеласа Болина это, конечно, зливо, а Нору, наоборот, вполне устраивало. Андерсу даже пришлось подать в суд на одну из немецких газет, которая назвала его самым популярным певцом-гомосексуалистом. Но, несмотря на это, голубой шлейф тянулся за певцом еще очень долгие годы. Поклонники Томаса Андерса тут же ополчились на Мегеру. А именно так они называли возлюбленную своего кумира. Масло в огонь подлил еще тот факт, когда на день рождения Томасу Нора подарила цепочку со своим именем. Поклонники певца тут же окрестили эту цепочку ошейником. Что и сказать, что Томас ее никогда не снимал. Нора даже заставляла его спать в этой цепочке. Ситуация порой доходила до абсурда. Ревность к поклонницам мужа сводила Нору с ума. Однажды перед концертом она даже заперла несчастного Томаса в туалете, тем самым просто сорвав дуэту концерт. Такая выходка стала для Томаса пощечиной, ударом по мужскому самолюбию. Наконец-то он стал замечать презрительные взгляды коллег по группе. Его не просто называли подкаблучником, над ним открыто смеялись. Это стало угнетать Андерса. В один из приездов группы во Францию Томаса пригласили на телепередачу. Ее ведущая обычно задавала неловкие вопросы своим гостям. Узнав об этом, Нора решила не пускать в студию Томаса и увезла его, оставив Дитера Болина одного. С тех пор ни один французский канал больше ни разу не пригласил Томаса на съемки. Это было начало конца его карьеры. Нора постоянно увлекалась какими-то продвинутыми идеями, то спиритизмом, то астрологией, пыталась заразить этим обязательно своего мужа. Она повсюду его таскала к экстрасенсам, к магам, колдунам. И в какой-то момент Томас стал понимать, что у его возлюбленной просто снесло крышу. Окончательно прозрел Андерс только тогда, когда супруга еженошно стала вызывать в их дом души умерших людей. Это случилось, когда он забрал ее из больницы, куда она попала, доведя себя бесконечными диетами. Что это отметит, что отношения Томаса и Дитера в этот период времени тоже стали заходить в тупик. Дитер уже просто не мог выдерживать постоянное вмешательство в дела коллектива жены напарника, ее взбалмошное поведение и тотальную власть над супругом. А Томаса раздражало, что Болин во всем старается тянуть одеяло на себя. Дуэт, записавший за три года шесть альбомов и девять синглов, семь из которых были номером один в хит-парадах, постепенно начинал себя изживать. Это случилось накануне трехлетия группы, на концерте в 1986 году в Мюнхене. Именно там произошел окончательный разрыв. Дитер Болин объявил со сцены, что коллектив прекращает существование. У Дитера хватило мужества разрубить этот Гордиев узел. Ведь третий лишний ему был не нужен. А без Норы Томас своей работы просто не представлял. Каждый пошел своей дорогой. Только путь Томаса оказался слишком тернистым. Поклонницы возненавидели его жену, обвинив в распаде группы «Моден Токинг». Спасаясь от их гнева, пара направилась в Америку. Амбициозная Нора считала, что там ее Томас легко сделает себе карьеру. Но нужно отметить, что ни один сингл или альбом группы не стал за океаном популярным. Стиль евродиска американцы считали ну уж слишком примитивным. Первый самостоятельный альбом «Дифферент» Томас записал в 1989 году. Однако пластинка не имела абсолютно никакого успеха, никакого резонанса. Потому что американцы просто не восприняли его новую работу. Но стоит отметить, что Томас при этом не отчаялся. Он решает кардинально что-то поменять в своей жизни. И в первую очередь он меняет свой имидж. Он коротко подстригся, перестал носить пестрые рубашки и броски украшения. На лице появилась трехдневная щетина. Вслед за золотой цепочкой с именем жены он снял и обручальное кольцо. У многих поклонников «Моден Токинг» новый имидж Андерса вызвал шок и неприязнь. Они хотели, чтобы он продолжал петь песни популярного немецкого диско-дуэта. И не хотели никаких перемен в его имидже и музыкальном направлении. С другой стороны, этими действиями Томас привлек новых поклонников. Которым он стал интересен как разносторонняя творческая личность. Переезд в Лос-Анджелес для Томаса стал шансом начать новую жизнь. Там его никто не узнавал. Ему не приходилось давать бесконечные интервью и бегать от поклонников. Поначалу от этого он испытывал только удовольствие. Рай в Америке продолжался для Томаса до тех пор, пока он не узнал, что в Германии его уже считают покойником. Через какое-то время после его отъезда газетчики похоронили внезапно пропавшего певца. Эту ситуацию смело можно сравнить с шахназаровской кинолентой «Зимний вечер в Гаграх», в которой герой Естигнеева узнает о своей смерти, включив телевизор. Здесь было то же самое, только вместо телевизора сообщение о смерти пришло из газеты. После сплети на своей смерти Андерс натолкнулся на другую, не менее ошеломляющую новость. Группа Modern Talking гастролирует в России. Чтобы покончить со всеми слухами и недоразумениями, Томас отправляется в Германию защищать свое доброе имя. Это был первый шаг, на который он решился, не посоветовавшись с женой. Его звукозаписывающая компания находилась в Германии. Норр отказалась летать туда-сюда и запровождать его на записи, съемки и фотосессии. После угроз поклонников и пережитого стресса она решила больше не давать интервью и вообще не иметь дела с людьми из шоу-бизнеса. Ей это, кстати, хорошо удается и по сей день. Разрываясь постоянно между Германией и США, Томас все-таки в глубине души еще надеялся спасти свой брак. В это время он много записывается. Он сочиняет песни, записывает альбомы, принимает участие в телесъемках и даже снимается в художественном фильме «Стокгольмский марафон». В этот период Томас очень много гастролировал. В 1991 он был в качестве гостя на фестивале «Голос Азии» в Алма-Ате, где выступил перед огромным количеством зрителей на стадионе Медео. Он был участником благотворительного шоу «Сердце для России», где было собрано более 300 тысяч немецких марок для строительства жилья русским офицерам, вернувшимся из Германии. А по возвращению в США его ошарашили очередной новостью. Пока он восстанавливал признание в Германии, его супруга нашла ему замену в лице американского бизнесмена. Тогда он совсем потерял веру в себя и оказался на грани. Из этого состояния его вытащила любовь женщины по имени Клаудия Хасс. Она была переводчицей в строительной компании. К шоу-бизнесу никакого отношения не имела, да, если честно, самих участников дуэта Modern Talking хоть, конечно, в лицо и знала, но особой фанаткой их творчества вовсе не была. Сначала их связывали просто приятельские отношения, но постепенно взаимная симпатия переросла в нечто большее. Томас не афишировал свой роман на стороне, ведь официально он по-прежнему числился законным супругом Норы Баллинг. Клаудия оказалась полной противоположностью Норе. На 10 лет младше Томаса, спокойная, уравновешенная, мечтавшая о тихом семейном счастье. Развод с Норой Томасу обошелся ни много ни мало в 2 миллиона немецких марок. Если честно, конечно, дался ему с большим трудом, ведь Нора никак не хотела выпускать из своих рук игрушку, тем более они были венчаны. Но все хорошо, что хорошо кончается. На Рождество, случившееся перед 2000 годом, Томас Сандерс явился перед Клавдией с букетом из 50 авых роз и, стоя на коленях, сделал ей предложение. Свадьба состоялась 15 июля 2000 года все в том же Коблинце, а через два года у пары родился сын Александр Мик. Так Томас Сандерс в 39 лет впервые стал отцом. Мистика это или совпадение, но в тот день, когда Томас разводился с Норой, ему позвонили от Дитера Болина. После долгих телефонных переговоров бывшие компаньоны решили встретиться. Мир был в шоке. Из пресс-конференции в отеле «Мариот» во Франкфурте стало известно, что Томас и Дитер объединяются в дуэт «Моден Токинг». Бывшие враги вновь стали друзьями. Торжественное объединение транслировалось в прямом эфире телешоу «Спорим что». Во время передачи оба участника дуэта поклялись в дружбе и таким образом убрали символическую стену, разделявшую их места на сцене. Именно на этой сцене и было представлено несколько старых хитов в новых обработках. Новоиспеченный коллектив вновь триумфально ворвался в шоу-бизнес. Когда-то молодые романтично настроенные парни превратились в мужественных и опытных музыкантов. Популярность группы была вновь фантастичной, а новая версия песни «You can win if you want» стала лейтмотивом того периода. Томас сказал тогда, что они оба повзрослели и многому научились на своих ошибках. Возвращение было нелегким. На сцене они по-прежнему делали вид, что они старые добрые друзья, а за кулисами постоянно ссорились. Они летали на концерты разными самолетами, останавливались в разных гостиницах. Вместе они выступали только ради карьеры. Второй раз после перерыва Modern Talking просуществовал пять лет. За это время музыканты выпустили пять альбомов, три из которых стали платиновыми. Но Томас и Дитер снова разошлись. Это случилось 7 июня 2003 года на концерте в немецком Ростоке, на котором собралось 24 тысячи человек. На сцену вышел Дитер Болин, взял микрофон и сказал, «С сегодняшнего дня Modern Talking прекращает свое существование. Теперь я и Томас пойдем разными путями». Официальная версия распада, по словам Дитера, состояла в том, что Томас без его ведома предпринял сольную гастрольную поездку в США летом 2003 года. 31 мая и 1 июня того же года Томас впервые дал несколько концертов в Америке. А в сентябре 2003 года совместно с группой Scorpions отыграл грандиозный концерт в Москве на Красной площади. История повторилась. И как в далеком 1987 году участники дуэта снова стали по разные стороны баррикад. Снова стали всплывать порой совершенно неправдоподобные взаимные обвинения. Дело дошло до суда. Причиной же раздора музыкантов стала книга Дитера Болина «За кулисами». В ней Дитер обвинил своего бывшего партнера в том, что последний во время их совместного турне обманывал Болина и утаивал часть выручки за концерты. Это обвинение Андерс счел публичным оскорблением. И в июне 2004 года подал жалобу в земельный суд Берлина, согласно решению которого Болин не должен был более повторять своих обвинений. Однако к тому моменту немалая часть тиража книги, 200 тысяч экземпляров, уже не только разошлась по книжным прилавкам, но и была успешно распродана. Томас, конечно, в долгу не остался. И в своей автобиографии стопроцентный Андерс отвязался на Дитере по полной, назвав его самовлюбленным самым жадным засранцем, с которым ему доводилось общаться. Но теперь уже в суд на Андерса за выпущенную книгу подала его бывшая жена Нора. Она попросила денежную компенсацию за обидные реплики в ее адрес, содержащиеся в книге, и выиграла дело. Суд призвал Томаса удалить эти обидные цитаты или, в случае отказа, выплатить 100 тысяч евро. Томас выбрал и то, и другое. Кстати, Нора после развода с Томасом, отсудив у него немалые деньги, припеваючи жила в Соединенных Штатах Америки. Она открыла там несколько гостиниц, несколько магазинов, занималась в удовольствии дизайном одежды, в частности, делала даже свои джинсы. Но замуж так больше не вышла и личного счастья больше не нашла. После долгих лет жизни в Америке она снова вернулась к себе в Мюнхен. Сегодня в жизни Томаса Андерса наступила долгожданная гармония. Он повзрослел, он уже не тот милый очаровашка, которым был в 80-е. Теперь он любящий и ответственный муж и отец. И семья для него важнее мирового успеха. В последние десятилетия Томас расширил рамки своей работы. И теперь занимается продюсированием некоторых исполнителей, записывает свои сольные альбомы и по-прежнему выступает с концертами. Теперь, конечно, наверное, больше нежели в Европе он популярен в странах бывшего СССР. Здесь его обожают. На его концерты билеты раскупают за несколько недель. И всегда с удовольствием ждут выступления кумира 80-х. Да и сам Томас прекрасно понимает, что именно наши зрители поддерживают на плаву его финансовое положение. Поэтому он абсолютно не гнушается выступать с концертами даже в российской глубинке. Именно с практичной точки зрения Андерс уже давно вынашивает планы приобрести в Москве апартаменты для того, чтобы иметь в России собственный угол. Да это и гораздо удобнее, поскольку больше всего времени он проводит, выступая именно на российской сцене. Ну а самое важное в жизни Томас все-таки уже приобрел. У него есть заботливая жена, любящий сын, полная гармония и взаимопонимание. Слава осталась на втором плане. Впервые за много лет он прислушивается к своим желаниям и никому не позволяет манипулировать собой. Песни, которые он сейчас исполняет, конечно, уже не приносят ему такой безумной популярности, как во времена Modern Talking. Но зато они приносят ему главное. Они приносят ему счастье. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА